В Польшу заехали практически в обед, в два часа по европейскому времени. Никаких следов погранперехода, ни зданий, ни строений, только типовые ЕСовские знаки с указанием разрешенной скорости на территории страны. Вот опять же, со стороны Литвы, когда заезжали, куча бусов стояла в кордоне, а со стороны Чехии никакого контроля. Зато прямо сразу после условной границы с Чехией начались мои любимые дизайнерские мосты. Никаких указателей не нужно, такие и столько только в Польше. Я как-то в прошлой поездке пробовал считать их, на пятом десятке сбился. Причем это не все подряд, а именно красивые по особому проекту построенные. Едем весело по А1. Разрешенная скорость вроде бы 140, хотя частенько знаки 110 стоят. Исполняют единицы, но никто 110 не едет даже в правом ряду. Моя обычная трассовая скорость в интервале 130-150 и видно, с каким запасом по скорости меня обгоняют. А скорость-то здесь 110, вот и знак соответствующий. А в этом месте А1 до трех полос расширяется. Прям как в Австрии. Супер! Вообще в дороге в Польше вложено очень много сил и средств. И, пожалуй, никто бы не удивился, если бы они были платными. Тут недалеко, только возле Кракова, пару платных участков есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже сколько по Польше едем, и все населенные пункты в стороне. О них только разноцветные щиты напоминают. В общем, очень хорошие дороги. Только мы похвалили дороги и порадовали скорости, как впереди заморгали аварийками, значит впереди затор. На реконструкции целая полоса, и судя по всему надолго, даже временный разделитель потоков установили. Вроде бы у нас две полноценные полосы, разделенные временной желтой разметкой, но знаки ограничений 70 стоят. И вот что интересно, почти все их исполняют. Правый ряд битком, а в левом практически никого. Ну я так понял, это как раз ряд для меня. И что интересно, это опять в районе Чинстохова происходит. Вот каждый раз тут едем и всегда пробки, постоянно тут время теряем. В какой-то момент вообще по полосе в каждую сторону стало. Поставили тысячи резиновых разделителей. В районе Радомска ремонт закончился и снова поехали в обычном режиме. Но я думаю, что много времени выиграл, проехав левой полосой отрезок с ремонтом. Около Петрку в Трибунальске ушли на С8 на Варшаву. Австрийский бензин заканчивался, свернули на лотос заправиться. 5,79 злотых за литр. Это ровно столько же, сколько утром в австрийском Дразенхофене было. То ли курс злотого по отношению к евро изменился. То ли просто цена на бензин в Польше выросла. Раньше польский бензин был самым дешевым в Европе. Интересно, что выезд заправки не сразу на трассу, а сначала на параллельный дублер. В общем, приятно по таким дорогам ехать, да еще и на круизе. Выставил скорость и только руль подправляй. И так можно ехать десятки километров. Вот почему до столь очевидного решения у нас никак не придут. Ведь тоже в России в последние годы очень много дорог строят и миллиарды денег осваивают. Но как шли старые дороги прямо через деревни и поселки, так и продолжают идти. Только уже современные. И куча камер обязательно. Мне кажется, штрафами на российских дорогах собирают гораздо больше, чем на иных платных дорогах в Европе. А польские красавцы мосты все бегут и бегут по дороге. Обогнали каких-то военных. Правда всего четыре машинки. До Варшавы остается всего около 50 километров. И еще очень светло. Прям хорошо сегодня ехали. На подъезде к Варшаве очень много развязок, мостов и вообще прочей дорожной инфраструктуры. Это как наша Москва, только намного лучше. При огромном трафике тут нет пробок, по крайней мере я ни разу не встречал. Не мудрено, что даже местные иногда ошибаются. Поскольку приехали очень рано, перед аэропортом сворачиваем в Ашан. Там же и Икея. Час-полтора можно потолкаться. Машу конечно нашла в Феррари. Маша, вот так чемпионка. Маша за формулой. Ох и Машка. Приехал. Ох. Еле вытащили ее потом. Вышли из торгового центра уже не то, что стемнело, а ночь фактически. А в Риме то еще и восьми нет. Ночная Варшава очень красива. Вся в огнях, кругом иллюминация. Ну прям очень на Москву похоже. Но опять же тут можно проехать. А в Москве вечером сплошные пробки. Машка. 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 очень такой типа вот как в москве москва сити есть ну и вот тут вот похоже картинка кругом юники нарядные все ближе и ближе к дому ну это вот с другой стороны завтра у нас одно важное дело в белостоке запланировано ну и конечно едем к дому такой модный райончик